Ну, в общем, все это время, как я отсутствовал в интернете, а точнее отсутствовал именно на этом ресурсе, где я выкладываю различные видеозаписи, я со все это время запомнил только череду разноцветных сумбурных снов, которые я вам могу сейчас продекламировать, попробовать и сделать. Я думаю, что детали некоторых снов могут переплетаться, потому что они происходят каждый день, а часто происходит такое, что ты путаешь даже дни, когда ты не спишь. То есть, когда ты не спишь, ты путаешь дни как таковые, особенно если они друг на друга похожи, благо мои дни друг на друга не так похожи, как бы мне не хотелось. И все происходит правильно. Но все-таки я обращал внимание на такие моменты, что дни, бывает, путаются. То есть, я могу подумать, что произошедшее вчера, произошло позавчера и так далее. То есть, либо произойдет завтра, но в данном случае, если произойдет завтра, то есть, это уже и ошибся, конечно же. Но вот такие сны у меня происходят. Так и живем, дамы и господа. А с вами, дорогой друг Кирилл Собакин, опять же, конечно же, непосредственно именно для вас. Мы будем вещать для вас постоянно, когда-нибудь. Йо-йо-йо-йо, Ютуб, Ютуб! И так далее. И тому подобное. Вот, и вот у нас висят, значит, мухоморы, до сих пор неиспользованные и неотработанные. Вот, они ждут своего часа, чтобы превратиться в интересный видеоролик или просто выкинуться куда-нибудь. Но, скорее всего, они будут висеть здесь до победного, своего кульминационного момента, который оповестит нас о том, что новое творение уже в сети. И, возвращаясь именно к череде снов, за одну ночь мне снился по несколько снов. Из них я запоминаю максимум один, иногда не запоминаю, но очень часто запоминаю. То есть, такие редко происходят так, что я сны забываю, я сны помню и очень хорошо в деталях. Но они часто перемешиваются именно со снами в прошлых ночей, так сказать, или дней, независимо от того, когда я спал. Сегодня мне подарил некий человек, очень сильно похожий на, знаете, такого Винцеслава, очень сильно похожий на Винцеслава Верхиджановского, человек, подарил мне каску времен Первой мировой войны, с рогами такая немецкая, но не которая вот спикает, знаете, такая, а вот именно с рогами. Каска такие рога, же металлические, но красивая каска, но она была, конечно же, приближенная ко Второй мировой войне, вот, своей формой. То есть, а вот этими вот рожками она была, как бы, приближена немножечко к Первой, Второй мировой. То есть, это такой некий собирательный образ немецкой-нацистской каски. Я надел на себя, вот, я стоял на пригорке, я находился на уже кем-то очищаемой территории, где они хотят что-то построить, и вот, но я, мне это, конечно же, не нравилось. Я смотрел на эту территорию, я знал, что это моя территория, я прекрасно понимал, что я живу здесь, и моя территория не должна застраиваться кем-либо. И вот, в этот момент я стою с лопатой в немецкой каске. Предположительно, на мне был бронежилет образца Первой мировой войны, опять же, такой похожий на доспех. Немецкий, судя по всему, тоже, не знаю, чем это связано, но в помощь нам различные сонники, так сказать, будем вместе разгадывать наши замечательные сны. С вами, с вами, с вами. Вот, и я стою, и я ищу, где бы мне выкопать лунку. И все дело в том, что это место, которое мне снилось во сне, я знаю, и там сначала был советский склад, которые были колонны, сделаны из гранита. Этот советский склад, значит, я там провел очень много времени, когда-то давно, возле этого советского склада, и в нем, то есть там уже не было крыши, но вот эти гранитные колонны, значит, замазанные цементом советского образца, стояли там все время, и до сих пор там можно их встретить, но если мы повернем голову, допустим, вправо, если мы повернем голову вправо, мы увидим эти советские колонны, на них не написано, что они советские, Ну, а вот в этом месте, на самом деле, эти колонны уже сбиты, и части гранита с этих колонн пошла на разработку тропинок. Тропинок в саду, где часто стрижется газон, и высаживаются розы и различные растения. Так вот, находясь на этом месте, где приблизительно была помойка, кстати, вот на этом месте, о котором я говорил, где я искал лунку, чтобы посадить цветы, я хотел там посадить цветы, и всячески, значит, искал, где выкопать, но раньше, помню, я там копал, значит, червей, что мне и приснилось, я копнул, чтобы посадить цветок, значит, копнул, и получилось так, что я выкопал ямку, смотрю, чтобы посадить туда саженец, и я увидел, что оттуда полезло много клубья, 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 клубья червей, таких хороших, жирных червей, но дело все в том, я на самом деле на том месте копал червей, но находил там много металлических жестяных банок, и много-много-много стекла, битого стекла, которое за это время как бы срослось с землей, и вот ты втыкаешь штыковую лопату в землю, чтобы выкопать лунку, подсаженец, втыкаешь, значит, втыкаешь, вытаскиваешь, и оттуда очень много стекла, но во сне там стекла не было, но во сне почему-то я как бы подсознательно ожидал, что там будет стекло, но я втыкаю там черви, то есть такая удача. Я говорю людям, которые появились, из ниоткуда появились люди, у них не было лица, аморфные черты непонятного, непонятного вида, но мне казалось, что люди, это два человека моих знакомых, один приблизительно представляет для меня какую-то подсознательную опасность. Вот я им говорю, вот смотрите, какие у нас здесь черви, значит, хорошие, жирные, можно на рыбалку сходить и ловить окуней, там всяких карасей. Но что они промолчали, встали и удалились. На этом последний этап этого сна заканчивается, последний, потому что это был сон. После 10 часов я проснулся в 10 часов, мне не нужно было никуда ехать в этот день, это было сегодня, какое число, я к сожалению, не помню, 2018 год от Рождества Христова. Вот, мне не нужно было ехать, и я встал, значит, позавтракал и захотел спать, в общем, лег дальше спать. Вот, и этот сон снился мне от 10 часов утра до 12 часов дня. Этот сон происходил 2 часа, но вот такой вот рассказ, я помню из всего, что я помню. Предыдущий сон был про резервуар воды, в котором сидели два моих знакомых человека, значит, одного звали Андрей, другого еще как-то звали, но он тоже был знакомый, но я его так же не помню, так же лицо его было потерто. Мы сидели в этом резервуаре, как ни странно, мы были под водой, и знакомый человек по имени Андрей говорил мне, ты такой же, как они все, ты такой же, как эти люди, то есть ты хочешь меня обмануть на самом деле, но ты вот, ты даже не можешь дышать под водой. И что я замечаю? Я замечаю, что я начинаю захлебываться, то есть все это время, когда я его слушал, напротив меня сидел Андрей, значит, сидел он напротив меня и смотрел на меня, на нем была такая восьмиугольная кепка, знаете, такая пацанского вида, интересная. Вот, спортивный костюм Adidas, который я видел на этом человеке часто, и вот он сидел и говорил, ты можешь захлебнуться, и тут я начинаю захлебываться, и понимаешь, что мы в металлическом баке, где нету воздуха, и есть только вода, и растворенный кислород в воде, где очень тяжело, то есть если у тебя нету жабра, если у тебя нету жабра, то ты не можешь, как бы, абсолютно не можешь дышать, и ты можешь умереть. Вот, значит, я вылазил с этого места и попадаю на чердак с опилками, где я начинаю откапывать картофель, то есть опилки, чердак, чердак такой точно был, я на нем очень часто ночевал, у меня там жила птица, сова, значит, сова, я ее нашел в лесу и решил ее принести домой, мне бабуля не разрешила, значит, эту сову где-то держать, я ее в бане сначала кормил какими-то мышами, голубями, а потом она жила сверху, значит, сверху, да, и вот я оказался на этом чердаке, в котором я начал откапывать картофель, который был гнилой и весь в плесени, то есть я так же все-все откапывал, откапывал, вот тут замывается, значит, замывается, это, наверное, вся информация, которую я могу вспомнить. Слышите, вот сейчас на самом деле кто-то, сейчас нас, на самом деле, сейчас я вам покажу. Какие-то, какие-то дети кричат, пацаны, 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 тут Кирилл Собакин записывает новый видеоролик, значит, вот смотрите, это у нас картина, картина, которую я взял на заброшенной, старой пожарной станции, она сейчас у меня, картина выполнена предположительно маслом, не предположительно, а именно маслом, то есть, эту картину я уже смотрел в другом ролике, и я не увидел в один момент, что на картине горит, горит церковь, посмотрите, вот человек в лаптях, с лошади пытается потушить, эту церковь, но она продолжает гореть, гореть, и дымится, в дне дожди, это было масло, надо его опробовать, так сказать, вот, что еще, что еще, на этом калейдоскоп снов, наверное, все-таки заканчивается, потому что я вспомнил все, что мог, опять же, подобные ролики имеют такой, непонятно, отрывчатые, как и в изложении речи моей, обычно отрывчатые темы, по-разному, ложатся на углы, и склеиваются, иногда они не склеиваются, но разрушаются, вот, и с вами был я, так сказать, спасибо всем за внимание, увидимся, увидимся, я, кстати, недавно, подождите, я, кстати, недавно был в лесу, да, я был в лесу, в зимнем лесу, я остановился, пошел в зимний лес, замерз, я видел косуль, Северная Корея, Макаревич, прилетай скорее, я, 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 Субтитры создавал DimaTorzok